МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитальный ремонт, реконструкция или же все-таки новое жилье? Что сейчас жизненно необходимо Погорельцам с улицы Октябрьской? Выясняла Енина Немаева. Недоступный ФСК или почему развитие плавания в Бурятии под вопросом? Выясняла сержанна Мордегеева. Выборы признаны состоявшимися, а избирательная комиссия официально и окончательно признала результаты голосования действительными. Сегодня же Алексею Цыденову вручили удостоверение избранного главы Бурятии. Признать избранным загрязненного кандидата на должность главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самбуевича, получившего 260 028 голосов избирателей, что составляет 87,43% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Прошу, поздравить, Сергей Николаевич. И в этой связи вручить это удостоверение. 15 лет оно ждало этого события. Поздравляю вас. И вручаю вам блаженство. Во-первых, хочу поблагодарить комиссию за ту работу, которая велась весь этот период. Конечно, работа была непростая. Но в первую очередь хотел бы поблагодарить всех жителей Бурятии за то, что проголосовали, за то, что поддержали меня с таким высоким процентом. Конечно, это, в первую очередь, аванс. Это то доверие, которое высказано в надежде на то, что будет конкретный результат. И это высокое доверие налагает высокую ответственность. Действующим главой Бурятии Алексей Цыденов станет после инаугурации. Церемония состоится 22 сентября. А были ли выборы? Политики и общественники обсудили результаты и ход предвыборной кампании. На все ли вопросы оппозиции нашли, что ответить сторонники победителя. С дискуссионной площадки Артемий Ушаков. Мы обсуждаем итоги с точки зрения, вот я в 42 процента. Политический диспут об итогах выборов развязали почти полные тезки. Единоросс и коммунисты Баир Цыренов. Кандидата коммунистов к выборам не подпустили. И потому многие считают, что избирательная кампания прошла под девизом «Выборы без выбора». Вдобавок и выбирали меньшинством. Так что победу Алексея Цыденова собравшиеся оценивают по-разному. Сегодня официальная пропаганда использует цифру 40% явки как высокую цифру. То есть у нас государство априори признает, что 60% больше половины избирателей в принципе не приходит на выборы. И это считается уже хорошо. А уже сколько у нас, наверное, полтора десятилетия нету графу «Против всех». А графа «Против всех», конечно, она тоже очень сильно меняет картуны. Мне взгляды в нее избавились. Нету понятия пороги авки. А единороссы напротив уверены. Алексей Цыденов – лучшее, что могло случиться с Бурятией. И выбор жителей республики вполне очевиден. Невозможно практически на сегодня было выставить какую-то систему против Алексея Цыденова. Это человек из белого листа для нас. За ним стоит мощная поддержка. За ним уже стояли конкретные дела. И я думаю, что если бы Вячеслав Михайлович пошел на эти выборы, то не думаю, что он набрал бы больше текущего рейдера в партии. Я сам встречался в селе с людьми, которые говорили, что если будет паркай, значит мы за него не приглашаем, потому что нам денег дадут меньше. Все понятно, вы решили. Здесь хуяль или не хуяль. То есть вы признаете всю порочную систему, то, что государство сегодня выстроило систему, на свой пацан сюда поставили, своего пацана деньги будут, не свой пацан с деньгами будет. И возразить, в принципе, никто ничего не решился. На том и расстались. Артемий Шакон, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Это ужасно и страшно. Крупное ДТП в Улан-Удэе. Поздно вечером столкнулись два автобуса. Один из водителей получил серьезные травмы. Подробности дорожного происшествия далее. Автобус двигался в круговом движении. От удара у него вылетело стекло. Загнуло правый бок. Во второй машине двигалась компания из пьяных людей. Так комментируют это происшествие очевидцы. Накануне в 10 часов вечера скрежет металла раздался на кольце в 20-м аквартале. Фольксваген вылетел с проспекта автомобилистов и врезался в Киа Гранд Бёрд. Последний едва не опрокинулся. Я ехал со стороны мелькомбината по Кольцевому. Я ехал по средней полосе. И когда почти уже пересек трамвайные пути, почувствовал сильный удар, чего автобус наклонило влево. Причина аварии предварительно можно считать то, что водитель Фольксвагена не предоставил преимущества другому автобусу. Со слов очевидцев, водитель ехал без внешних световых приборов, наехал на ограждение на поребрик, и после чего он уже совершил столкновение с автобусом. Лихачество не обошлось без серьезных последствий. 34-летний мужчина ремнем безопасности пренебрег во время аварии. Ему зажало ноги. Вы не шевелитесь. Сейчас скорая подъедет, вас заберет. Чтобы вытащить пострадавшего из смятой машины, потребовалась помощь спасателей. Сейчас он находится в больнице. Медики проводят анализ крови на содержание алкоголя. Ирина Эрмилина, Сапитонова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Погорельцы многоквартирного дома бьют тревогу. Близится холода. К восстановлению жилья так и не приступили. Когда власти определятся с судьбой аварийного дома? Расселить нельзя отремонтировать. Где поставят запятую, выясняла Инина Немаева. 400 квадратных метров кровли жилого дома уничтожил огнем 13 сентября. И несмотря на то, что сгорела только крыша, жильцы уверены, здание непригодно для жизни. Вот он поднаклоненный маленько. Даже видно, вот сюда, вправо его, что у него наклон есть, что его повело. Так они сами вчера говорили, что дом повело. Ну так краем ухом слышали, что может, типа людей-то расселим, да закроем его. А они нет, сказали, делайте его. 14-го года у него признан аварийным и никаких сувелений нет. Заходи не бойся, выходи не плачь. И действительно, уже на первых ступенях нас подстерегает опасность. Эту лестницу повело несколько лет назад, когда на первом этаже строили магазин. Посмотрим, что нас ждет дальше. Вот видите, что творится. Вот даже вот дадут свет, если они сделают. Это же все замкнет опять. Тем более мокрый бетон. Это третий этаж. А все началось с сигарет, доброты местных жителей и открытого по недосмотру управляющей компании чердака. Думаю, не затушил, не затушил. Выспитил на коридор и начал печатать о помощи. Надо было выиграть его, а я не мог его выиграть. Потому что ему негде ночевать. Он такой же человек. Так без крыши осталось почти 200 человек. Многие переехали к родственникам, кто-то остался дышать гарью. Четверо взрослых и двое детей временно поселились в лагере. Принято решение о введении режима черчаной ситуации по данному дому. Определен подрядчик, который будет выполнять работу. На сегодняшний день запланировано выполнение работ по очистке кровли и установлению теплового контура. Ориентирующий срок исполнения работы сколько? Не меньше месяца. Но успеет ли в срок, если в принципе смысл ремонтировать то, что наладан дышит? Дом 30-х годов бывшее общежитие ЛВРЗ. Капитального ремонта отродясь не видел. А три года назад был признан аварийным. В прошлом году были внесены изменения в жилищный кодекс. В связи с чем данный дом был исключен из программы капитального ремонта. Когда капитальный ремонт нецелесообразен, уже принимается решение о проведении реконструкции. В случае, если это возможно. С 32-го года дом. Ему через 12 лет 100 лет будет. 100 лет будет, да. То бишь он уже все уже. Какие реконструкции могут быть? Зачем их делать-то? Мы хотим, чтобы нас расстелили. Но похоже, власти считают иначе. В планах мэрии пока реконструкция. Насколько она будет основательной, пока неизвестно. Власти только на следующей неделе определят масштабы бедствия. Янина Немаева, Виктор Горновской. Телекомпания «Ариус». И смотрите далее в программе «Восточный экспресс». Проблемы нашли свое решение. Итоги недели дежурного по городу подвел Алексей Турубов. Недоступная среда. В профилактическом рейде по особо парковочным местам побывал Сергей Соголов. Осенний Байкал. Гости столицы и рождение новой семьи. Что радовало горожан на этой неделе? Смотрите в остановке «Восточного экспресса». Приплыли. Вокруг бассейна ФСК опять разгораются страсти. Тревогу бьют предприниматели и сотрудники одной из спортивных школ. Они обвиняют дирекцию спортивных сооружений в предвзятом отношении. Претензии и разъяснение всех сторон конфликта выслушала сержанна Мердегеева. Руки прямые. Не изгибаем лотенца в стае. Пальцы вместе. Эти дети мечтают стать профессиональными пловцами. Путь к цели – это двухчасовые тренировки шесть дней в неделю. Напрягаться приходится и родителям. Шесть раз в неделю оплачивать по 250 рублей – это не по силам. Например, у меня двое детей. Это очень тяжело. На высокие тарифы в главном городском бассейне жалуются и тренеры. Каждый сеанс я должен оплачивать 80 рублей. И то у меня в месяц получается около 4 тысяч. С моей зарплаты я должен выдать, чтобы детей занимать плаванием. Заявители уверены, их пытаются выжить. Ведь в ФСК появился свой центр плавания. Почему-то некоторые дети ходят все шесть дней в неделю бесплатно с другим тренером. А вот наши почему-то оплачивают. Так не должно быть. Это неправильно. Понимаете, это уже пять лет продолжается. Неужели нельзя сесть за стол переговоров? О предвзятом отношении говорят и коммерсанты. Клуб акваэробики «Аквалайф» проводит занятия в ФСК уже пять лет. С этого сентября аренда дорожки выросла почти в два раза. При правильном маркетинговом подходе мы могли бы наоборот увеличить эти группы, тем самым принося доход в казну ФСК. Но, видимо, дирекция ФСК не хочет или не может этого понять. У дирекции спортивных сооружений правда своя. На содержание и эксплуатацию бассейна уходит 230 миллионов рублей в год. Еще 60 – налоги. Государство помогает, но компенсирует лишь половину затрат. Задача дирекции – выйти на самоокупаемость. Раньше шли на встречу как начинающим предпринимателям. На сегодняшний день финансирования нет. План внебюджетных поступлений увеличен учредителям. Соответственно, все те преференции, которые предоставлялись, просто отменены. Насколько адекватны цены и здоровая конкуренция, теперь выяснит прокуратура. Недовольные уже оформили жалобу. Хотя в Министерстве спорта конфликт считают надуманным. Есть три категории ребят, ребятичек, занимающихся плаванием ФСК. Первое – это то, что касается ребят, входит в секцию АДИО США-18. Они вообще ничего не оплачивают, потому что тренер ДИО США получает заработную плату из муниципального бюджета. И вторая категория ребятичек – это центр плавания, который открыт при ДСС. Функция у него – это на самом деле оздоровительные и первичные компетенции для, скажем, содержания на воде. Третья группа людей. Они идут не в ДИО США, хотя тренер от ДИО США. Другими словами, группа коммерческая. А ее организаторы, с точки зрения закона, – индивидуальные предприниматели. Отсюда и тарифы. Процесс восстановления прошел три года. Мы понимаем, что уже идет развитие, поэтому для них скидки немножко другого плана. Прежде чем вот такие вещи обострять, мы должны были сесть за стол переговоров. И эту встречу, наконец, запланировали. Приглашают не только участников конфликта, но и всех неравнодушных к водному спорту в Бурятии. О времени и месте сообщит Министерство спорта. Сержанна Бердегеева, Батархалматов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Недееспособность власти, безответственность ответственных и безразличие, как правило. Эти и другие проблемы пришлось решать дежурному по городу на этой неделе. Алексей Турубов подводит итоги. Оцаревшие стены, отвалившаяся штукатурка и неожиданные находки в стенах. С чем столкнулись переселенцы из аварийного жилья в поселке Мясокомбинат? Мы обращались с застройщиком, они даже не хотят приезжать смотреть. Опасное соседство, недостроенные здания или экстрим-аттракционы. Жители сотых кварталов боятся зажить своих детей. Ребенок побежал, запнулся. Вот, вот. От прутья-то обойдет. От прутья, да. Нет прописки, нет места в школе. Многодетная семья из Абайкальского края не может устроить дочь в учебное заведение. Мы вам ничем помочь не можем. Зачем мы вообще сюда приехали? Целая улица в поселке Николаевске Тарбогатайского района едва не смыла ливнем. Руководство района помогать в беде не торопится. Ну, они руками разводят, ничего не знаем. Будем решать, будем решать. И денег сейчас нет. Пережили стихийные бедствия и остались наедине с проблемой. Что ждали все это время власти? Там нашли причину своего бездействия. Якобы в организации, которая обслуживает дороги, сломалась техника. Теперь она вроде как на ходу. Уже на следующей неделе местные жители смогут без препятствий добираться до своих домов. Правда, для этого им придется перелопатить не одну тонну земли. До 22 сентября там работы будут проведены. Мы вывезем землю, которая находится, песок, который снесло на улицу Гаврилово. И будет этот рог засыпан и лидером все это вырвано. Жителям сотового микрорайона придется запастись терпением. По крайней мере, до следующего года. Вся земля и строение еще в 2009 году переданы федеральной службе исполнения наказаний. Работа по их демонтажу наконец-то началась. Подрядная организация обещала все объекты огородить. Управлением заключен договор сбрят монтаж проекта на выполнение демонтажных работ. Работа проводится с целью недопущения травматизма на объектах незавершенного строительства. После разборки указанных объектов управлением планируется использовать земельный участок под жилищное строительство для сотрудников УФСИН. А что помешало устроить в школу ребенка из Абайкальского края? Равнодушие или простое нежелание чиновников помочь семье? Скорее всего вместе, да еще помноженное на бюрократию. Между тем, накануне чиновники отрапортовали. Вопрос об устройстве ребенка в школу практически решен. Ситуацию с семьей Добровольских под контроль взяли администрация и Волгинского района, и Министерство образования. Восельская школа переполнена, и наличия свободных мест нет. Им предложено обратиться в Табхарскую школу или Сужинскую школу. Сегодня беседа с родителями будет проводиться. В какую школу им удобнее будет, подвоз будет осуществлять администрация. А вот кто не несет ответственность за сырость и холод новостройки, пока не ясно. У застройщика своя версия. Жилет сделал, будем сказать, ремонт. Повредили трубу и сваливает на строители. Почему нету тепла, это ТКК-14 не выдержит температурный режим. Позиция застройщика понятна, мотив ясен. Признавать ошибку невыгодно. Есть у права. Сейчас проверку проводит прокуратура. Написано письмо в адрес главы республики. Ну и подтвердит все независимые экспертизы. Что ж, мы будем следить за решением этой и других проблем. Давайте действовать сообща. Массовая эвакуация машин проходит в эти дни в Улан-Удэ. В день по 20 автомобилей. За какое нарушение ждет такое наказание? С рейда ГИБДД Сергей Соголов. Вы у нас являетесь участником дорожного движения с ограниченными возможностями? Никак нет. А почему тогда занимаете место специально определенное? Я прошу прощения, не увидел знак просто. И так отвечает почти каждый второй. Парковочные места для инвалидов специально размещают у входа в учреждение. Для удобства. Выделяют знаками. Но водители как будто их не замечают. Общественники даже пошли на эксперимент. У одного из торговых центров установили дополнительную предупреждающую конструкцию. Но и она не подействовала. Вы водитель, да? А вы, простите, знаки видели, когда парковались? А что? В смысле, я у водителя спрашиваю. Не смотрели? Без машины была, я за ним сдала. Штраф за это нарушение от 3 до 5 тысяч рублей. Но сегодня нарушителей не наказывали. Хотя ответ держать пришлось. Перед теми, для кого и выделяли эти места парковки. Мы ведь не медики, мы так разваляемся вообще. Понимаете? А у нас здесь и процентов населения. И мы когда подъезжаем, нам очень сложно ходить от скоянки там, где свободные места. А здесь очень удобные места, действительно, согласитесь, да? Они очень удобные, потому что нам, чтобы меньше было усилий ходить. Давайте друг о друге просто думать лучше. Люди просто у нас привыкли парковать свои машины, ближе ко входу, можно сказать, чуть ли не на крыльцо, загоняя свое транспортное средство для своего удобства. Но зачастую забывая о том, для кого это место вообще расположено. Досталось и тем, кто проигнорировал знак «Остановка и стоянка запрещена». Автомобили им придется искать на штрафстоянке. Наказание все те же 5000 рублей. Но раскошелиться придется и за работу эвакуатора. Это еще 3000. Плюс оплата штрафстоянки. Почасовая. 30 рублей за 60 минут. За два дня эвакуировали около 40 автомобилей. Правда, их места почти сразу же заняли новые машины. Но госинспекторы предупреждают – массовые рейды продолжатся. Сергей Соголов, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Притронуться к истории последнего императора. Под такой эгидой в Улан-Удэ пройдет международная православная выставка-форум. Что ждет участников и посетителей в следующем материале. Иконы, церковная утварь и духовная литература. Православная выставка-форум приезжает в Улан-Удэ уже в шестой раз. В этом году она приурочена к столетию исторического события. Отстранение целя Николая II от власти. Уникальность состоит в том, что это вещи, которыми когда-то пользовался сам Николай II и члены его семьи. И самое главное – это привезено из монастыря святых царственных страстетерцев, что воурочище Ганина Яма, Екатеринбург, копия креста Мощевика, величайшая святыня, которая когда-то принадлежала последнему нашему российскому императору. Его царствование началось и окончилось несчастьем. Во время коронации в Москве на Ахадынском поле в Давке погибли более двух тысяч человек. В 1918 году императора и его семью расстреляли. Церковь причислит их к лику святых как мучеников. На выставке, кроме вещей романовых, представлены иконы, церковные предметы из храмов и монастырей России, Белоруссии, Греции, Украины и Палестины. Я каждый год хожу на выставку. Я покупаю тут книги, календари, мне очень нравится. И так пообщаться с людьми. Во время форума пройдут презентации церковных облагочений, мастер-классы по народным ремеслам. Впервые проводится благотворительная акция «Святое Евангелие в каждый дом». На отдельных стендах представлена фотовыставка «Люди, меняющие мир». Православный проект проходит в широком путешествии от Читы до Урала. Далее выставка отправится в Братск. Остановка Восточного экспресса. Подводим итоги недели вместе с горожанами. Какие значимые события произошли в вашей жизни? Слово улан-уденцам. Что хорошего у вас произошло на этой неделе? Я была на Байкале. Байкал, конечно, великолепен. Несмотря что сейчас наступила осень, все равно Байкал в любое время года прекрасен. На этой неделе я поступил в колледж, который хотел. Я буду всех лучше учиться и буду фельдшером. Я буду спасать жизни людей и всем помогать. Завтра у нас свадьба. Мы расписываемся. Мы всю неделю готовились. Мы любим друг друга. И рады этому событию. Я приехал в ЛНД из Иркутска. Это уже не первая моя поездка. Город мне нравится. Город светлый, интересный. Здесь очень много скульптур, памятников. У меня здесь есть коллеги. Да, есть друзья, с которыми давно уже не виделся. Планирую встретиться. Я приехал сам из Франции. Сами знаете, что самобытный, своеобразный искусство бурятского народа. Везде востребуемые. Я возил детский ансамбль. Пели, танцевали. Но родина есть родина. Лучше в Бурятии ничего нет. Такова информационная картина минувшего дня. С ее событиями вы также познакомитесь на нашем сайте оригус.тв. Далее вас ждет полезная рубрика «Сфера интересов». Я же прощаюсь с вами. Хороших выходных. Чтобы зима была в радость, нахождение на улице комфортным, а отражение в зеркале доставляло удовольствие, поможет новая шубка. И именно сейчас обновить зимний гардероб качественно и с выгодой можно на выставке «Зимняя сказка». В этот раз мы к вам приехали с очень большой коллекцией. Больше двух с половиной тысяч шуб. Особенно стоит отметить, что все они продаются по ценам от производителя без наценок. «Зимняя сказка» – российская компания с производством меховой столицы страны – городе Кирове. Шубы на фабрике пошиты с учетом всех требований госконтроля и сопровождаются гарантией. Остается только выбрать модель по душе. Здесь шубы из норки, мутона, песца, сурка, енота, кролика и других видов меха. Ну, я в восторге. Такой ассортимент, такие цены, которые радуют, можно выбрать. Есть из чего, в принципе. Ну, советую и рекомендую. Пастельные и насыщенные оттенки классики, яркие решения актуальных моделей, полный размерный ряд и удобная система оплаты, в том числе кредиты и рассрочка. Все это на выставке продажи российского меха «Зимняя сказка» в художественном музее до 24 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова